Приветствую вас, давайте разберем ваш запрос. Мой мужчина сказал мне, что считает, что в наших отношениях я люблю его больше, чем он меня. Говорит, что очень сильно меня любит, но чувствует по моему поведению, по моим глазам, по моей заботе, что я люблю его больше. Я обидел, заплакал, он меня успокаивает второй день, говорит, что на самом деле считает так. Что мои усилия в отношениях больше, чем его. Я стираю, готовлю, прибираю и прочее. Что его любовь тоже огромна, но может чуть меньше. Что я для него подарок, что это лучшее, что с ним случалось. Даже не знаю, как на такое реагировать, я чувствую его любовь, он ласковый, нежный, заботливый. Все траты на продукты и для дома на нем. Не сказать, что часто что-то мне покупают в качестве подарков, но покупают. А сейчас у него тяжелая ситуация в бизнесе. Но его слова, что он считает, что я люблю его больше, меня расстроили. Во-первых, вы не задаете вопрос, что вы хотите с этим делать. Какой у вас запрос к психологу? Какую задачу перед психологом вы ставите? Второй момент заключается в том, что, конечно, это про самооценку. Это про растворение в человеке, на мой взгляд. Это про то, что кто кого больше любит, даёт защищённость. То есть вы, ощущая, что любите его больше, чувствуете себя менее защищённым. Вы, ну, чувствуете себя менее ценно. Это, конечно, говорит о том, что в ваших проявлениях присутствует селф-акцент. То есть акцент на себя. То есть в любви к другому человеку вы пытаетесь что-то дать себе. И через другого вы пытаетесь что-то для себя получить. На мой взгляд, вам стоит пересмотреть то, что вы делаете для партнёра. И посмотреть, не делаете ли вы для него того, что хотите для себя. Если что-то такое у вас есть, то это, наверное, делать стоит перестать. Вы говорите, что вас это обидело, но не раскрываете чем. Обида, какой бы она ни была, нужно прожить. Но если вы говорите, что не знаете, как на это реагировать, то вы здесь немножечко лукавите. Потому что вы уже реагируете обидой. Видите ли, вам хочется внимания мыши. Он вас успокаивает второй день. И это то, чего вы хотели. Чтоб он вас успокаивал. Чтобы быть в центре его внимания. Что говорит о том, что у вас есть потребность во внимании. Что говорит о том, что вы не всегда и не везде чувствуете себя значимым. Достаточно значимым для того, чтобы ощущать себя хорошо. Когда человек не чувствует себя значимым, значимым это означает, что он игнорирует свои ценности. Он игнорирует свои собственные ощущения, свое собственное восприятие чего бы то ни было. И повторюсь, здесь есть большая вероятность того, что вы в человеке растворяетесь. Есть здесь большая вероятность того, что вы сливаетесь с ним воедино. Стремитесь с ним слиться воедино. А задевает и обижает вас то, что вы от него зависимы, а он нет. Для вас любовь это зависима. Вы к нему привязаны, а он нет. Вы без него не можете прожить, а он может. Так, по крайней мере, вам это, скорее всего, воспринимается. И вы боитесь его потерять, а он нет. Или меньше. То есть вас обижает его свобода от вас. Вы-то сами не свободны. И то, что вас обижает его большая свобода, скорее всего, говорит о том, что вы и сами где-то в глубине души хотели бы быть свободны. Только вы себе этого не позволяете. Потому что боитесь вам. Газится, что если вы будете свободны, то никто вам будет не нужен. Сами все себе будете давать. Отношений у вас не будет. Вы будете одна. Ну, на самом деле, это не так. Вы можете из этого состояния устраивать на довольно-таки самодостаточные, зрелые отношения. Где никто не будет уделять внимания тому, кто кого больше любит. Потому что у каждого человека есть свои возможности по любви. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Кто-то проявляет любовь активно, кто-то проявляет любовь менее активно, а то и пассивно. Кто-то проявляет любовь одним способом, а кто-то другим. Вы пишите, что я чувствую его любовь. Вы не можете чувствовать его любовь. Это ваш проект. Но то, что вы обращаете свое внимание на то, что он для вас делает, и то, что вы говорите, что вот он ласковый, нежный, все браты на продукты и для дома на нем. Кто-то вот говорит о том, что вы здесь меньше обращаете внимание на то, что чувствуете ему вы. Да, вы для него делаете больше. Вы для него стараетесь. Но вот видите ли, действие, которое вы делаете, совсем не обязательно означает действие из чувств. То есть, словно говоря, то, что вы для него делаете, может происходить не из чувства любви, а из чувства долга. А чувство любви, которое у вас к нему вероятно есть, проявлялось бы в несколько других действиях. И может быть совсем по-другому, что вас пугает. Поэтому знакомиться в первую очередь нужно с этим. Соотнести, из чего проистекают ваши действия, из какого чувства. И, скорее всего, это не совсем про любовь. А вот любовь это заинтересованность, собственно, в человеке. Это заинтересованность в его росте, в его развитии, в его счастье. Вот. Как бы это чувство проявлялось в таком ключе. И попробовать переключиться на это с одной стороны, с другой стороны, больше внимания уделять именно себе. А, и посмотреть на то, а вообще, что вы из себя представляете, да, какая вы, кто вы, кто вы без молодого человека. Вот. Ну, если просто его нет. Вот кто вы. Ну, то есть момент очень важен, потому что есть ощущение, что вы не видите себя вне контекста отношений с вашей мышью, мышью, мышью. А он видит. Вот, отсюда у вас такая обида и получается. Но. Это все дело будущего. А конкретно сейчас вам нужно прожить чувство обиды, лучше всего со специалистом. И увидеть, что конкретно вас задевает. Ну, любите вы его больше, чем он. Ну, и что? Что вот такого? Почему это важно? Ведь разве любящему человеку не все равно, как его любят вас, чем другое? И разве любящий человек будет обращать внимание на то, любит ли его... И его партнер? Мне кажется, что нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго.